Всем привет-привет! Вы на канале ВотГЗН и сегодня делаем абсолютно честный обзор на Черчилля 8. На данный момент данную машину можно забрать из бюро находок. Это ивентик, который будет длиться 11 дней. Ну и здесь необходимо собрать 150 звоночков для того, чтобы его забрать. Звоночки вы можете получить путем приобретения товара в магазине за реальные деньги, либо за голду. Здесь уже у кого на что хватает. Что касается самого Черчилля, сейчас будем обсуждать для того, чтобы понимать, стоит взять его или кого-то другого из предложенных в данном ивенте товарищей на выбор. Что касается внешнего вида. Машина очень красивая, мне лично нравится, особенно вот эти вот крылья, которые закрывают гусениц, очень красиво прорези вот эти смотрятся. Ну короче говоря, ребят, мне настолько сильно понравился внешний вид данной машины, что я решил не портить ее установкой какого-либо каму. Что касается оборудования и всего остального, то поставил так, чтобы было максимально комфортно в отношении работы самого орудия. Орудие здесь обладает довольно таким скудным временем перезарядки для своего шестого уровня практически 8,5 секунд. Ну если быть точным, то чуть-чуть больше, чем 8,5 секунд. И это действительно явно будет дискомфортным. Что касается урона в минуту, то ДПМ сравним с другими машинами на уровне. Что касается времени сведения и разброса, то 3,1 по времени сведения вполне нормальная, заявленная цифра. Что касается разброса, да, великоват, но мне кажется, что в бою будет плюс-минус тоже приемлемо. Что касается, ребят, того, чтобы склонять орудие вниз, здесь очень-очень скудно. Ну в принципе, привет вам от Черчиллей. И минус 5, это очень-очень сложно будет отыгрываться на каких-то неровностях, выцеливать нижние бронелисты. Да и в клинче, честно говоря, мне кажется, что против многих машин будет существенно дискомфортно. Что касается уровня пробития, то 155 миллиметров. И опять-таки необходимо данную цифру посмотреть в сравнении с другими ребятами на уровне. Что касается среднего урона, то 270, это очень крутая цифра для шестого левела. Что касается осколочно-фугасных, все говорили, что здесь очень крутая фугасница, но я на данный момент особо крутого ничего не вижу. Да, пробитие в 50, окей, типа вроде бы должно хватать. И очень хорошая альфа 350, но это вам еще необходимо найти того товарища, которого вы куда-нибудь в корму закинете и пробьете его там, где у него 50 миллиметров и менее по броне. А вот если больше 50 миллиметров, то тогда, в принципе, данные осколочно-фугасные не сильно-то круто и отыгрываться будут. Что касается брони. Брони меня, честно говоря, очень порадовало. Здесь действительно есть чем танковать, по крайней мере в прямой проекции все тупо красное. Лоб башни это одна сплошная маска, я бы сказал, орудия. Ну и, в принципе, дальше еще и по бокам заходит. Короче говоря, в башню вот здесь вот пробивать, ну, навряд ли кто-то прям с легкостью сможет. То же самое касается нижнего бронелиста, то же самое касается верхнего бронелиста, планки мехвода. Короче говоря, здесь, в принципе, для 6 уровня довольно неплохо все забронировано. 142 с учетом приведенки и так далее. Единственное, что, как и во всех Черчиллях, особо приведенок здесь, как таковых, нет. Есть прямые вот такие проекции, куда могут вполне спокойно закидывать, в том числе голдой. Поэтому я бы не сказал, что ультимативно, но я ожидал худшего. Я бы так это характеризовал. Что касается отыгрывания ромбом, будем пробовать. Что касается башни, то если вы даже смотрите прямо куда-нибудь, и в то же время кто-то там вот как-то с полубока вот так вот к вам заедет, то здесь с приведенкой 230. И это круто для 6 левела. Это говорит о том, что пробивать сюда особо не будут. Понятное дело, что если повернетесь бортом, то будут прошивать, потому что всего лишь там 117, да, или сколько там, даже с приведенкой 140. Ну, короче говоря, пробивать башню будут. То же самое касается бортов. Кстати, давайте маски вот эти вот экраны снимем. Здесь по бортам, обратите внимание, тоже довольно-таки все нескудно. 143, 126. Короче говоря, ребят, ну прикольно. Действительно прикольно. И мне кажется, что вот как раз играть ромбом на данной машине тоже будет довольно-таки комфортно. Ну, по корме здесь, в принципе, плюс-минус все понятно. Хотя я ожидал, что вот здесь вот в затылке башни тоже будет полный сущий картон. Нет, ребят, не сущий картон. Но в целом, скажем так, будет спасать от фугасов на уровне, но однозначно не спасет от каких-нибудь обычных ББшек. Что касается сравнения с другими машинами, то по ДПМу здесь особо похвастаться нечем. И стоит отметить, что в принципе у всего семейства Черчиллей, а их у нас на данный момент на уровне уже с учетом восьмого Черчилля уже четверо. Один проходной, коллекционка, премиумная машина и еще один прем добавился. Так вот, друзья мои, по ДПМу семейство Черчиллей показывает, что Черчилль 8 самый худший из четырех собратьев. Что касается альфы, то он самый лучший. Да, действительно альфа неплохая, как я говорил, 270 альфы. Это очень круто и в принципе есть очень мало машин, которые превосходят его по альфе. Поэтому в принципе надо от альфы будет играть и это в моем случае не самый лучший вариант на шестом уровне. Я люблю играть на более скорострельных орудиях, пускай даже с меньшей альфичкой, но в таком случае с большим ДПМ. Что касается перезарядки, то как вы видите, в два раза дольше будете перезаряжаться, чем на любом из Черчиллей, которые есть на левеле. И в целом, если посмотреть на всю таблицу, то есть крайне мало ребят, которые обладают худшим временем по перезарядке. При этом всем ребят, он еще и обладает скоростью и подвижностью типичного Черчилля. Если вы видите таблицу так же, как и я, то обратите внимание, что все сияют крайне-крайне с зелеными яркими тонами. Тогда, когда здесь всего лишь 22 против 40, 37, 45 ребят. Короче говоря, далеко не самая подвижная машина в игре и скорее всего это машина одного направления. Доходности процент побед у нас отсутствует. В принципе, ничего удивительного, но мне почему-то кажется, что его наделили процентами где-то в районе 140-150 процентами по возможности фарма. То есть коэффициент доходности у него, думаю, будет меньше, чем у МК 6. Но все-таки, ребят, остается под вопросом. Утверждать не могу. Просто говорю о своих конкретно ощущениях от данной машины. Вот такой вот он, товарищ наш Черчилль, в сравнении с другими ребятами. Я думаю, что можем возвращаться в ангар, брать машину и ехать в первый попавшийся бой, для того, чтобы заценить его в реальном замесе. Пока мы туда заходим, ребят, приглашаю всех подписаться на мой канал. Если вы за честность, если вы за честные обзоры, если вы за свои временные новости, то вам к нам. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии, хотя бы 5 слов, для того, чтобы поддержать канал. Ну и, соответственно, популяризировать его. И обязательно жмем на колокольчик, для того, чтобы не пропускать выход новых видео. Спасибо вам большое за то, что присоединяетесь к нашей группе любителей танков, которая становится все больше и больше. И на момент того, как я снимаю видео, нас уже 14 с половиной тысяч. Ну что, друзья, поехали. Попытаемся реализовать машину в реальном бою. Мы находимся в топе. Насколько часто машина в топ будет попадать, не могу утверждать. Но пока, по крайней мере, к семеркам меня не забрасывало. Хотя есть такой вариант, что отыграв определенное количество боев, планочка немножко поднимется. Ну и, соответственно, к семеркам закидывать тоже будет. Едет машина крайне тяжело. Вот прям совсем-совсем туго. И я бы сказал, что это типично для Черчилля и в то же время типично неприятно для игрока. Если вы не любитель Черчилля, если вы не Черчиллявод, если можно так выразиться, то, наверное, вам будет очень тяжело на данной машине ехать. Меня вот очень сильно удручает сам вот этот процесс передвижения по карте, крайне долгий. Пишите свои комментарии. Возможно, это вот мое субъективное, а возможно, я не один такой. С другой стороны, если машина окажется настолько живучей, чтобы ей можно было прощать ее скудную подвижность, тогда окей. Тогда я буду понимать, за что я расплачиваюсь. Ну и, соответственно, в принципе, буду спокойно к этому относиться. Вот сейчас, даже поднимаясь на вот эту горку, я понимаю для себя, что, скорее всего, когда я на горочку поднимусь, мне придется с нее свешиваться для того, чтобы начать хоть кого-нибудь выцеливать при своих минус 5. Насколько это правда, сейчас будем смотреть. Очень точно и красиво я выстрелил по уже сдохшему сопернику. Спускаемся вниз, смотрим на Матильду ПП. Вот так вот. Вот, Черчилль. Привет, товарищ пират. Слушайте, очень, очень уныло, как оказалось, летит снаряд. И, откровенно говоря, я об этом забыл упомянуть, когда мы смотрели сравнительную таблицу. Слушайте, броня неплохо отрабатывает. Да, против пятерки, пускай Матильда не самая пробивная машина, но меня сейчас ни разу не смогли пробить. Это очень приятно. Время сведения не сильно комфортное. Скорость полета снаряда вот такой, знаете, летит с навесом, что называется. Но, что самое интересное, прилетает при этом довольно-таки точно. Сейчас, подвигайся вперед. Мэджай. Ну, такое, ребят. Слушайте, надо привыкать. Вот, надо просто привыкать чувствовать, машина явно не для игры на дальних расстояниях. Я вот как-то те катки, которые катал на нем, для того, чтобы первоначально самому попробовать, я как-то не стрелял на дальние расстояния. У меня все время как-то получалось так, что я приезжал в лоб к своим соперникам и вот с ними бодался. И на коротких дистанциях вот эта вот скорость полета снаряда, она реально не чувствуется. То есть ты вот, как сейчас, да, абсолютно спокойно закидываешь. Все окей, все нормально. Кстати, Черчилль восьмой сейчас вот через призму нашего же прицела. Как вы видите, ну, есть броня и есть она крутая. Да, нижний бронелист, он пробивается однозначно, но в то же время, друзья мои, переключись на голду, совсем все великолепно выходит. Я первый раз, кстати, встречаю Черчилля сейчас в бою против себя, ровно как и за меня никто не заходил. Как-то до этого не было у меня такого, чтобы я заходил с кем-то из Черчиллей. Так, ну вот сейчас нам необходимо просто от него отъехать, видать, для того, чтобы опустить орудие, ну и таким образом его добрать. В целом, в клинче, я так понимаю, что мы могли здесь стоять вечность, потому что в башню мы друг друга бы однозначно не пробили ничем абсолютно. Ну и, соответственно, скорее всего, сошлись бы на какую-нибудь там ничью, не знаю, если такое возможно во встречном бою. Что касается наших результатов по бою, давайте сразу посмотрим на результаты по бою нашего соперника. 1820 единиц на стрела на шестом уровне, это довольно неплохо. Три сделанных фрага, тоже довольно неплохо. Ну и что касается фарма, то вот то, что я говорил, это далеко не фармер, но в минусе оставаться вы не будете. Что касается результативности по команде, то мы находимся на втором месте, и, по-моему, это довольно круто. Обязательно сейчас лайканем нашего союзника. Мне кто-то поставил диз, мне даже интересно, кто это сделал. Алекс 80. Ну, Алекс, ты, наверное, красавчик, ты сделал просто огромные результаты, держи огонек, спасибо тебе за дизлайк. Ну и что касается нашего соперника, обратите внимание, что у нашего соперника, ребят, между прочим, 2473. Единицы нанесенного урона, и при этом он занимает первое место в команде, сделал два фрага, а это говорит о том, что, в принципе, на Черчилле можно довольно-таки комфортно ездить и получать удовольствие. Да, у него есть, безусловно, минусы, это его скудная подвижность, это его крайне-крайне долгое время полета снаряда, но, в конце концов, ребят, мы можем с вами это время, в принципе-то, и улучшить на целых 30%. И, по-моему, это довольно-таки неплохо. Мне кажется, что это даст определенные результаты, в любом случае, единственное, что в таком раскладе, обратите внимание на время по сведению, потому что тогда ваше время сведения увеличится. Возможно, не настолько страшно все было бы, если бы ни одна проблема. Проблема заключается в том, что, как вы видели по бою, даже с временем сведения 3.1 все равно отчасти немножко дискомфортно, отчасти все-таки долговато орудие сводится. Броня есть, точность по орудию, несмотря на то, что летит по такой себе дуге снаряд на дальнее расстояние, то точность все равно присутствует. Ну и, соответственно, просто необходимо давать определенного рода упреждение выстрелу, ну а лучше всего где-нибудь просто работать на коротких дистанциях против своих соперников. Вот такой вот он, Черчилль-8, брать или не брать его вот здесь вот, я, честно говоря, затрудняюсь ответить. Единственное, что хотелось бы сказать, что это единственный тяж из предложенных. И если вы, в принципе, любитель тяжелых танков, то Черчилль, безусловно, для вас будет лучшим выбором. Что касается Кунзи Банзера, П-4306 и семейства Йоу, как я их люблю называть, то, ребят, вот эти вот Йоу и две других машины вы можете посмотреть у себя на канале. Я обязательно добавлю ссылки в описании под данное видео, там есть честные обзоры на данные тачки. Ну и, соответственно, можете принять решение, кого из них себе выбирать, если вы где-то в районе от 50 до 55% игрок. Ну а уж если и меньше процент по победам, то и тем более вы сможете сделать правильный, грамотный выбор. На данный момент у меня все. Всех благ, жду всех на канале. Подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я стараюсь специально для вас. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!